ПЕСНЯ 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 Сегодня тема очень большая, необычная. Но в то же время очень нужная для всех. Без исключений. Незалисимо от того кто это православный, протестанты, баптисты. Называется она так. «Толкование Святой Библии, богослужения и событий». Повторяю, «Толкование Святой Библии, богослужения и событий». Нужно ли истолковать Священное Писание? Или, как говорят разные сектанты, «Я помлюсь, и Бог мне откроет». Ну, в общем-то, у этой фразы есть смысл. Господь так и говорил. Вы не бойтесь нуждаться, чтобы кто-то учил вас, но Дух Святой придет и научит. Но где предел, где грань этого? Если всем открывает Дух Святой, то почему все по-разному понимают и друг друга не признают? Мало того, диаметрально противоположно толкуют важнейшие постулаты Библии. Если все от Бога, оно должно быть одинаковое. Вопросы-то сразу новые возникают. Нужно знать истолкование. Истолкование всего, что с нами происходит. Бытие 4, староковая глава, 8 стих. Мы специально пригласили ему ноутбук, так сказать, компьютер. И Ирина Анатольевна Барабраш смотрит. Ты проходи иногда. Лучше, когда для глаз людей будешь. Я тут рядом голос слышу. Они сказали ему, нам виделись сны, а истолковать их некому. Иосиф сказал им, не от Бога ли истолкование? Расскажите мне. Смысл всего такой, что священное писание. Писали святые Божьи в человеке, будучи движимы Духом Святым. А понимание и понимание также. Господь говорил притча, а наедине истолковывал. Один и трожий Господь и Бог. А некоторые притчи Господь не истолковывал. И их в криф и в кость сегодня тянут. То куда? Один из примеров я нахожусь в Барнауле. Разищего 67. Баптисты. Он выходит, даже могу назвать фамилию, Кропти, старший, и толкует совершенно неправильно. Он выходит, я говорю, ну тут же толкование, что поле есть мир. Он говорит, ну я и говорю, что это церковь. Я говорю, мир. Мир. Открой Библию. Он говорит, Господь говорит, поле есть мир. Ну мы так и толкуем, что здесь церковь. То есть у него понятие мира и церкви совершенно одинаковое. Почему? Потому что живет по-мирски. Я потом только понял, почему он так толкует. Я говорю, да написано, что мир, весь мир это и жатва. Но у нас так принято у баптистов. А, вот в чем дело. А вы говорили, что толковать не надо. А зачем же ты толкуешь? Если толковать не нужно, ты взял Библию, прочитал точкой и сел. На этом конец. Если следующий выходит, он берет это место или дальше прочитал, ни буковки не добавляйте к Библии. Иначе выжатые разными бакмелдерами, каргерами. Вы начинаете толковать ее, а святых отцов отвергли. Тысячелетие наследия церкви выбросили за борт. Ниеме, 8 глава, 8 стих. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Значит, читать нужно внятно, четко, ясно, на родном языке, прилагать толкование, и народ понимал. Прочитаем еще раз. Это исключительно важное место. И читали из книги, из закона Божия, внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное. Присоединяли. А скажешь, а почему мы должны присоединять? Ну, Писание так говорит. А как кройка Луки, 10 глава, 35 стих. И как быстро находится Лука, 10 глава, 35 стих. У кого Библия, листайте. Пусть пальчики привыкают прикасаться к Святой Библии. А на другой день, отъезжая, вынул два динария. Дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и если издержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Прича о Самарине недобром. Я вопросы задавал разным-разным людям. Задавал православным. А православные вообще ничего не знают. Так а зачем я знать, говорит? Главное, чаще исповедоваться, чаще причащаться. Главное, чаще исповедоваться и чаще причащаться. Я как-то беседовал с Архимандритом Юрасовым Амбросим. Я говорю, ты часто исповедуешь, да часто. Но изменения есть. Да какие изменения? Я говорю, кого ты напоминаешь? Ты напоминаешь хозяйку, которая взяла куриный помет, в бочку опустила и раскрутила. Это исповедь идет. Теперь рассела, покаяние. В следующий раз опять раскрутил. Ты вывали из бочки-то это все. Вывай бочку-то. Вот это исповедь и есть как раз. Куриный помет на одном месте крутишь и все в бочке. Он подумал и, ближай, согласился. Народ-то не меняется. С исповеди, с причастия человек должен уходить в другое. Их прежде ему не возвращаться. Что толку исповедоваться? Есть такая практика, опыт священников. Чем чаще причащаются, тем хуже делаются. И очень часто делаются абсолютно бесноватыми. Они ни о чем не задумываются. Причастие рот только раскрыл, проглотил, все спасет. Ничего не делают. Злобные, как демоны. Сейчас один напал на нашу выставленную интернете литургию. И никто не причащался. Причащался. Да какая община? Да она мертвая. Я причащаюсь тут чуть не каждый день. Я не думать отвечать ему. Там легион. Я их очень хорошо знаю. Которые при храме бывают. Они все лезут. Иконы протирать во время службы. Лезут, свечки ставят, передавать. Всех учат. А они ничего не знают, кроме лжи. Это вместилище нечистой силы. Да как ажи причащаются? Многие больные немало умирают. Они умерли заживо. И виновны в этом причащи. Я когда разговаривал с дико одержимыми. Искал причину. Причина одна была. Недостойное причащение. Почти всегда одинаковое. Недостойный. Не раскаялся. Не отошел. Причащался. Демон вошел. И ты почувствовал. Да. Я почувствовал. Как внезапно вздрогнул. И не понимаю. Что со мной сделалось дальше. Я пытаюсь креститься. И ничего не получается. Надо толковать. И если что истратишь. Еще раз слушайте внимательно. И на другой день отъезжая. Вынул два динария. Два динария. Два. Ни три. Ни четыре. И ни один. Дал содержателю гостиницы. И сказал ему. Позаботься о нем. И если сдержишь. Что более. Я когда возвращусь. Отдам тебе. Спрашиваю протестантов. Баптисты разные. Скажите. Что такое. Гостиница. Отвечает. Церковь. Правильно. А кто такие. Вот это. Ну. Это. Которые. Присвятые. Рано. Ставники. А два динария. Ну. Кто его знать. Я говорю. Прямо два динария. Ну. Два. Ну. Ветхий. Новый завет. Соглашаются. Ну. А дальше. Что сверху истратить. А что сверху истратишь. Когда Господь дал достаток. Если истратишь. То есть. А там обязательно не поставлено. Можешь только два истратить. Это толкование. Если потрудишься в толковании. И я возвращусь когда. Я воздам тебе за это. И были люди. Которые эти два таланта. А они раскрыли. Умножали. Такие как Иоанн Златоуз. С первого века. Мы сейчас говорим. О толковании. Святой Библии. Нужно оно или нет. Когда я беседовал. С протестантами. В Ахрунзе. Один говорит. Вот я слушаю вас. И получается так. Что толкование у вас. Важнее Библии. Я как-то это мог понять. Ну вы говорите. Что нужно толкование. А толкование-то на что? На толкование-то на Библию. Ты должен мне спросить. Что лучше. Просто Библия. Или Библия с толкованием святых отцов. Я-то говорю толкование на что-то. Толкование. Что толковать. Если Библии-то нет. Она. Никак и не может быть. Вот толкование. Вот у нас Иса, Новый Завет, трехтомник, по 752 странице. Три тома, Новый Завет. Полное толкование с откровением. Я покажу. Это наше издание. Самого лучшего по восьми параметрам. Самого лучшего. И при том за 2000 лет никто не издавал вместе с откровением. По всем святым отцам. Это можно сегодня увидеть у многих священников. Итак, прилагаем толкование. Даниила 2.45. Так как ты видел, что камень отторгнут был от горы не руками, и раздробил железо, медь, глину, серебро и золото. Великий Бог дал знать царю, что будет после сего. И верен этот сон, и точно истолкование его. Это от Бога. Истолковать сон, а сон этот написан был. Если бы Даниил не дал толкование, он так бы сегодня в Крифе легкость толковали. Но он истолковал. А можно изменить события эти? Толкование событий нельзя. Сначала кто-то, голова золотая, дальше грудь идет, дальше идет ноги, дальше камень. Уже все разнаряжено. А люди на Майдане где-то воюют. Мы сменим, Янукович сейчас бросим, порошинку изберем. Ну, вся земля легче пустоты, а там порошинка одна всего. Что она сделает? Это порошинка-то. Президента избрали. Одна, пылинка. Он ничего не сделает. События разнаряжены. Твоя задача вписаться в них, а как? Любовью. Другого нам не дано. Путь любви Христовой. У Николая Семеновича Лескова, писателя, мне приходилось читать про Саблера. Министр, представьте, министр, к нему приходят люди на прием, и секретарь такой же, а он, говорит, сейчас там утренние совершает. Да как, рабочий день. А у него, говорит, каждый день так. Да как, люди. Он всех отпустит вовремя. Самый лучший министр был. А другой пришел, говорит, ну я завтра приду, завтра тоже самое будет. И что, завтра тоже будет молиться до 10 утра. Рабочий день-то с 8. Я секретарь только. А можно посмотреть туда? Заходи, становись, молись рядом. А завтра что у него будет? А завтра благодарственное молебен у него будет. Маленько покороче, но он еще и Акапис Божьей Матери будет читать. Министр. И у него ничего больше нет. Зашел так, это вот так, все решено, секретарь тебе напишет. Всех отпускают, все сделал как надо, а ты не прав. Как сейчас передают, вчера по радио слушал, энергетики отключили двухэтажный дом, где-то 12 семей. Не предупреждали, ничего, отрезали. Утром встали, все холодильники течет, не работает, света нет, в темноте учеников собирают. Ну и ясное дело, жалоба была. Жалоба куда? Это Первомайский район, Алтайский край. Ну ясное дело, скажите, на чьей стороне вы будете? Сразу пошла жалоба. На стороне энергетиков или на стороне жильцов двухэтажного дома? Поднимите руку, кто на стороне жильцов двухэтажного дома, которые жалобцы пошли? Так, поднимайте руку. Кто на стороне тех, которые отрезали энергию? Один только человек. Это и понятно. Несправедливость всегда вызывает к отмщению, установить порядок. Оказывается, дело не так просто. Это дом принадлежал детскому саду. А его детский сад куда-то перевели, а жильцов селили. И на учет не поставили. И они живут пять с половиной лет и не платят ни копейки за энергию. Пять с половиной лет. Но они в заявлении это не написали. Теперь корреспондент пришел и говорит, ну а вы, когда жили здесь, ну как-то так вот, ну вы знали, что это электричество и оно стоит чего-то, знали. И не платили ни один месяц, нет. Ну почему тогда вы не бунтовали, не говорили? А вас предупреждали? Да, предупреждали. Говорили, говорили. А почему возмущаетесь? Ну как же мы так? Но скажите, как вы бы поступили на этом месте? Ведь это не один день. У вас разная аппаратура, компьютеры стоят, стиральная машина. Включаете плитки. Пять с половиной лет. Подключили. Заключили договор. Теперь вопрос, за те годы платить или нет? Вопрос снят. Заплатить. Еще со штрафом надо для пробуждения совести. Понятно? Даже вот это маленькое дело, его надо истолковать. Теперь я снова спрашиваю, кто на стороне жильцов двухэтажного дома? Поднимайте руку. Нет, того нету. Толкование посадило все. Кто на стороне энергетиков? Все до одного. Видите, как события меняются. В течение одной минуты. Так точно рождение разных новых течений в христианстве. Стоит правильно дать толкование. В мой дом приезжают баптисты. С ними Генрих, Генрих Айшфаст. Садимся беседовать. Беседа закончится в полпятого утра. Я предложил для рассмотрения притчу о десяти девах. Он говорит, я уж не раз проповедовал, я сказал, я буду. Молодой преподаватель Томского университета, знания такие. А из Менонитов, немец, начал толковать, говорит, выслушал до конца. Игнатий сказал коротко и ясно, ложь. Как это ложь? Да все же так баптисты понимают. Ложь стопроцентная. Но как надо? Он говорит, вот так. Я тогда растолковал, прочитал, как Златоуз говорит. Я, говорит, сразу понял. У нас знание от головы, а здесь от Духа Святого. Я говорю, ты не стал сопротивляться? Да какой? Говорит, просто все пылью развеялось и как будто никогда и не было. Что означает крик? Что означает масло? Что означает, пойдите каждое слово святые отцы растолковали. Без толкования рождается секта, сразу отсечение. Я задавал некоторые вопросы, ну тут же еще, о двух непреложенных вещах, в которых невозможно солгать. Что такое? Опять не знают. Вы говорите, Библию читаете. А что ты считаешь? Если такое выражение, смотрит в книгу, а видит фигу. Иоанн Таусский говорит, ты не показывай мне написанное, ты дай мне смысл написанному. Я говорю, самая короткая притча какая? Не знают. Матфея, 13 глава, 33 стих. Сарство небесное, подобно. Кому? Может даже открыть. Теперь книгу вот это. Вот. Матфея. 13.33. Зачем сюда? Не срабатывает? Ну да, сработало, сработало. Тяни теперь вот это. Нет, тяни. Так у меня. Он Виктора нашел. Иную притчу сказал он им. Царство небесное, подобно закваске, которую женщина взяв, положила в три меры муки, до кори не скисла все. Все. Подобно закваске. Закваска что такое? Ну, слово Божье. А женщина? Тупик. А что такое три меры муки? Тупик. И почему это все вдруг должно, подобно царству небесному? Ну, хоть каждый день мы общаемся с одним явлением дома, замешиваем. Ну, раньше-то не было хлебопекарни где-то. Своё делали. Не могут объяснить. И всегда вопрос в ответ. А вы могли бы? Не мог. Когда я впервые начал конспектировать Яна Златоуста, это 12 томов, толкование полностью на каждое слово священного писания, допустим, считаем мы седьмой том, восьмой, седьмой это Евангелие от Матфея, восьмой это Евангелие от Иоанна, и дальше Деяние к римлянам, девятая книга, книга девятая, седьмая, восьмая идет. И по порядку так идет. Конечно, до евреев откровения не толкуют. И что, нельзя опровергнуть? Ну, попытайся. Я зачем тебя убеждать буду? Но когда ты начнешь считать, мысль опровергать исчезнет. Я когда конспектировал, был в доме один, у хозяйки на квартире, я выбегал на крыльцо, стоял и смотрел, вокруг никого нету. Хотелось закрещать люди. Какая истина открытая людям, и мы не знали. А мы не знали. Я не мог удержать себе и сказать некому. Я постою на крыльце, возвращусь сюда опять, помолюсь один. Но потом Бог позволил хозяйке сказать. Вот первая самарянка, с кем я стал беседовать. А жажда, если есть, ты найдешь. Попутно хочу сказать. Когда я ехал в Новосибирске и в вагоне проповедовала, электричка, там на весь вагон видно. И ехала Мария Толстова из Усть-Альменки. И она мне слазить надо, ну как я слезу, слушать охоту, и домой надо слазить, из Новосибирска, из церкви ездить. И она после этого стала меня искать в электричке. А я даже в Барнауле. В Новосибирске езжу очень. А в то время я жил в этом, кажется, в Искитиме. И она ездила всю зиму, садилась туда и сюда и сказала, встретит меня или нет. И наконец встретила. И стали друзьями. А она по электричке блуждала несколько месяцев туда и обратно. Что значит жажда? Если ты жаждешь познать истину, Господь даст тебе. И истина к ней пришла в толкование святых отцов. 1 Коринфянам 12.10 иному чудотворения, иному пророчества, иному развлечения духов, иному разные языки, иному истолкования языков. Тут речь идет об языках. Я обращаю это к истолкованию священного писания и к сна, то есть более расширенный вариант. Иному дано. То есть не каждому. Далеко не каждому. Ко мне вопрос, если задают, ну а вы вот сами где-то пытались что-то. Да чего пытаться? Это не дано. Мне не дано. Я 40 лет делал вот эти печи. Это моя печка. Я ничего нового не изобрел. Хотя в каждой что-то чуть-чуть маленько старался узнать, лучшее будет или нет. Мне не дано. Таланта просто нет на это. Но Бог дал мне талант смириться и принять. И понять, что лучшего ничего нет. Я сравнил с разными. У кого какие есть. Адвентисты седьмого дня, Баптисты, 50-ники, их толкования. Смотрел, сравнил. Да никакого сравнения нет. Вообще никакого. Третья езда в 13.53. Вот истолкование сна, который ты видел и которым ты один здесь просвещен. То есть истолкование это слово идет как откровение Божие. Вот. Сон есть, Библия есть, а ничего нет. Дальше это не идет. Да, я прочитал. Но надо истолковать. А как истолковать? Вот мы едем. Кажется, все ясно. Но нужен был навигатор, который ничего, можно сказать, не делает, как ведет тебя за руку конкретному дому подвел. Напротив какой квартиры мы остановились. Едем из другого государства. Впереди еще два государства, а навигатор нас подвел точно к этому дому. Придумали какой прибор. Не могу узнать, кто его изобрел, говорят, американское военное ведомство. Не могу благодарить Бога за него, но за навигатор могу. Такой прибор в машине, который указывает, куда что делать. Так, и 14.8. Знамения, которые я показал тебе, и сны, которые ты видел, и толкования, которые слышал, положи в сердце твоем. Толкование, которое ты слышал, и его толкование, положи в сердце своем. Это относится абсолютно ко всему. Толкование. Для принятия священного писания нужно смирение. Мне однажды пришлось быть на квартире у них, и пришел сын к дедушке к этому, и говорит, ну что вот евреи написали там, и верите этому, да я возьму сейчас и напишу так же самое, ну и что? Ну и так же верить будут. Ну напиши хоть что-нибудь, чтобы поверил хотя бы отец твой. А он молит у них, он молится? Никак. У меня сестеренка Марфуша была, она в другой комнате бегала к нему. Он как молиться начинает, она к нему бежит. И они вместе молились. Она, я не знаю, в каком классе, втором или что была. Дружба какая была, самый старый, самый маленький. И ни за подачки, ни за какие, ничего. Она с радостью бежала. И он все объяснял правильно. А сын его говорит, ну конечно, если бы я крепко молился, я говорю, молиться можно и просить даже в гору сдвинуть. У вас трамвайный путь где пойдет? Проспект Красный? А вот сейчас помолись. Господи, я не хочу туда ходить, чтобы трамвайный путь подошел прямо через мою комнату, через стену, и трамвай останавливался, я садился и ехал. Ну может такое быть? Конечно может. Но нужно ли это? Не искушай Господа Бога твоего. Я могу просить толкование, а зачем просить, когда оно есть? Мне нужно одно только, «Господи, дай мне принять это с благодарностью тебе за людей, которые истолковали». Они называются учителя церкви. Так. Деяния. 8.34. Евнух же сказал Филиппу, прошу тебя сказать, о ком пророк говорит это? О Сибели или о ком другом? То есть едет Евнух, в руках у него Библия, так скажем уже, ну тогда она не Библия называлась, а закон Божий-то. Сидит, читает книгу порока Исаии. Конечно, это здорово, что трясет на колеснице, как Златоуз говорит, в другой стороне, другой язык, и он знает и читает. Понимал еврейский язык. Перевода-то не было. Но не может понять, о ком, то ли с пороком Исаии, что он изъязлен будет, грехи на сне, или о ком другом? О ком другом он не говорит, или о Христе, а он не знает. А для этого Бог Духом Святым посылает толкователя. Кто? Дьякон. Филипп. И он ему начинает говорить о Христе. Сегодня мир находится в таком состоянии, в большинстве случаев, когда не знают толкования. Они едут на колесницу, они считают, они летят на самолетах, на кораблях, считают, но не разумеют. Они не знают, они не понимают, что Ветхий Завет был тенью будущих благ, тела во Христе. Пусть разберутся с 16 главой чисел. Потому что все было тень. Я тогда спрашиваю, беседую, ну, близкие нам, православы, это баптисты. Я говорю, вы верите, что Ветхозаветие все указывало на Новозаветие? Ну, конечно, так написано. Это были образы для нас. Хорошо. Ягненок в Ветхом Завете на что-то указывал? Так на Христа. Да я знаю. Я не убеждаю. Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Евангелие Теяна 1,29. Я тебе процитирую. Где это? А Ягненок где приносился в жертву? Ну, как, где на жертвеннике? Понятно. А Христос где приносился? А где он приносился? Ну, на Голгофе. Ну, на Голгофе-то как? Вы положили на землю и все? Крест. А там написано в Ветхом Завете жертвенник освящается семь дней и все, что прикоснется к нему освятится. Да кровь Ягненка покрапленной и имеет такую святость. Как может не иметь такую святость крест, который окраплен кровью Божественного Небесного Агнца? Как нам не почитать крест и крестное знамение-то? Скажи, ты действует немножко? Да, действительно, логично. А вот в Ветхом Завете были скрижали. Верите, вот тут написано. А на что они указывали? Ну, на Библию. Уверен, что на Библию. Вначале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. А скрижали-то указывали на Христа. А скрижали где лежали? В ковчеге. А ковчег на что указывал? Тут полный разбор. Не знаю. На Божью Матерь. Она в Ащеве его носила. Скрижали-лежали внутри, и Христос внутри ее был. И те, которые заглянули, не порадовались, написано. Бог убил сразу 50 тысяч и 70 человек. 50 тысяч! Да добавил 70. Только за то, что заглядывали. Не ругались ничего. А вы исследуете, у нее были дети. А Божьей Матери исследовать не надо. Мы многое теряем. Нам образ говорит. Не надо. Мы должны принять так, как есть. Она родила и осталась девой. И детей у нее не было. Дальше. Первое, Карифином, 14. 11. Наверное. Но если я не разумею значение слов, то я для говорящего чужестранец, и говорящий для меня чужестранец. И речь идет о даре иных языков. Но мы шире возьмем понятие. Если я не разумею писания, то я как чужестранец. Я не понимаю. Не понимаю славянский язык, церковнославянский, церковно-китайский. Я чужестранец. Тут толковать не надо. Во-первых, и к православным. Православие это добавка, это фарисейство. Я так определяю его. Почему? Везде правило на правило, заповедь на заповедь. А сектантство, а это убирать. 77 книг, 11 выбросили, а они апокрифы, они никогда апокрифами не были. Это не канонические, а апокрифы, это другие книги. Это Василийское Евангелие, Евангелие от Иуды, там и каких только нет. Ивреев, Евангелие Фомы. Вот это апокрифы. Ну и что? Ну то, что мы должны сначала сделать различие. А в 11 книг отбросили. Раз. Толкование святых отцов. Отбросили. Отбросили. Теперь понятия о душе никакого, как у адвентистов, души у человека нет. Понятия преисподней никакого и нету преисподней. Мусульмане это знают. У них очень разработана тема ада, обучения, души. Я говорю о мусульманах. Буддисты это знают, вы этого не знаете. Называйтесь именем христианским. Толкование это отбросили, урезали. Это саддукейство. Сектанство это саддукейство. Те урезали все. Исаия, а зачем она нам Исаия, это отбросили. А следующий говорит, языки Иля, зачем. Наконец отбросили Псалтырь, отбросили Иова. И осталось пять книг Моисеевых. Бытие, Исход, Левит, Число, Второзаконие. Все. Библия закончила, с корочки приклеили. Это саддукеи. Они не признают ни души, ни ангелов. Это адвентисты седьмого дня, копья. А одни все, которые пошли дальше. Вот православие заповедь на заповедь, а это все урезает. Это сегодня так все и идет. Но из саддукеев не было ни одного апостола, ни одного верующего. А из фарисеев все-таки выходили апостолы, самые крупные. Я от фарисеев фарисеет, Павел говорит. И лишнее отбросил и остался жемчуг. Так, 19 стих. Но в церкви хочу лучше пять слов сказать умом моим, чтобы и других наставить, нежели тьму слов на незнакомом языке. Повторяю, что речь идет о незнакомых языках, о том даре, который был в первые три века. Потом он исчез. Но я расширяю шире, что без изъяснения смысла писания ничего не известно. Мы просто не знаем. Навигатора нету и мы остановились направо. А дальше куда направо? Направо и три дороги идут. Мне еще надо пояснять. Куда? Вот подъезжаем к Тольменке и написано 100 метров Тольменка. Мы 100 метров проехали, смотрим, прям с насыпи спускаются. Не может быть, чтобы районные центры городского типа села. Так написано. Мы спустились, пошли дальше, едем на машине, фотоциклисты там застряли, мы спрашиваем с девчонками, юноши, мальчишки, куда дорога? О, это куда-то на лесозаразработки. А в Тольменку надо повыше подняться. Выезжаем, мост проехали, поворот, а налево и там ДСП стоит. Я сразу к ним подошел, у вас надпись не на месте стоит, заблуждение вводит. Где? Где? До моста. Метров за 300 поставлю надпись и указано 100 метров Тольменка, а 100 метров мы послушались, хотя не хотели ехать. И куда мы уехали. В следующий раз проезжаю, милистанер, гляжу, надпись убрали. А то говорят, ничего не сделать. Можно сделать. Вы никогда не верьте этим словам, ничего нельзя сделать, это не поможет. Это неправда. Однажды я стою на остановке там, Пушкинская, Барнаули, красноармянские машины, а там асфальт провалился и вот так едут, их как кинет или вокруг объезжают прямо на остановку почти. А я в тюрьме как раз работал. Думаю, я позвоню им. Пришел, позвонил из тюрьмы, помогал заключенным. Никакого, никакой реакции нет. Дня три прошло, я появился там, гляжу, ровное место. Привезли там машины, наверное, пять, не меньше асфальта, все, заровняли, ровная дорога. Кто говорит, ничего не сделаешь, ничего и не делали. Ты начни, глядишь и получится. Ты уповай на Бога, с Божьей помощью. Помолись и скажи, Господь требует справедливости. И ты увидишь, какая реакция, как они смотреть на тебя будут. Растолкуем. Люди на большой скорости останавливаются, следующая машина сзади может ударить, которая объезжает их на остановку и уносит. Ты покажи им картину, что вы делаете. И все. Бытие. 42-23. Оттого не знали они, что Иосиф понимает, ибо между ними был переводчик. между ним и был переводчик. У русских непонятное слово такое, когда человек не понимает, говорят, ну толмач растет. А толмач это переводчик. Это неправильно. Растет переводчик. Да-то надо радоваться, что такой талантливый ребенок, который на иностранном языке говорит, как на родном. Не толмач. Только не толмач. Бестолковый, не наученный. Я спрашиваю очень часто людей, беседую когда с тектантами, я говорю, скажите, а кто составил канон вот этот Библию? Как? Так это же Библия. Ну кто ее составил, этот канон-то? Что это канон, и именно книг-то было много больше. Я тебе сейчас буду показывать по Библии книги, которые упоминаются, но которых в Библии нет. Порядка 12-18 книг. Упоминаются их книги. Книга Судей Израилевых, книга Ахи. Их нигде нету. А о них упоминает другой автор. А где они? Притча Соломона там перечисляет тысяч, а их всего-то тут 300. А где остальные? То есть утеряны. В одном месте написано Иисус Назареем наречется. Скажется, 1-23 Матфея. Пророки говорят, ни одного пророка этого нету. А Матфей говорит, пророки предсказали, что Иисус Назареем наречется. Так Иисус был Назареем? Не был. Назарея не пьют вино, а он пил друг мытарим и грешникам вина пийца. В Назарете он был, как мы слышим, потеряевец, барнавулец, москвич. Но Назарея это было еще и звание, когда принимали на себя обед. Так, есть или нет, Иисус 626? На стенах твоих Иерусалим я поставил сторожей, которые не будут умолкать ни днем, ни ночью. О, вы, напоминающие о Господе, не умолкайте. О чем речь? Православные этого не знают. Они знают, чаще исповедуются, чаще причащаются. Больше ничего нет. А вот, поставил сторожей. Сторожей это пастыри, это священники, епископы. И они не должны умолкать. Они должны вести людей к совершенству. Делать из них святых. Лука. 19.40. Есть? Нет? Может, ошибка? Но он сказал им в ответ, сказываю вам, что если они умолкнут, то камни вас запьют. Требуется пояснять, что такие камни, почему один из камней сделается краеугольным. Требуется толкование. И толкование требуется не от простых смертных. Простые смертные занимаются другими делами, они принимают готовые. Деяние 18.9. Господь же в видении ночи сказал Павлу, не бойся, но говори и не умолкай. Почему таких явлений сегодня нет? Явилась икона чудотворная построить храм, икона мироточивая построить монастырь, икона слезоточивая построить скит. Почему не написано дальше? Иденье умолкай, виденье одно. Прекратилось виденье, а Иисус вчера, сегодня, во веки тот же. Кто эти виденье сегодня дает? И в житиях они сплошь и рядом идут. Виденье, икона пришла по воздуху. Пришла бы икона и сказала, иди, не умолкай, проповедуй, Россия пропадает. Люди не знают Христа. Тысячу лет знали только одно. Чаще исповедуйся, чаще посещайся. Ничего не знали вообще. Почему теперь-то другие виденья пошли? Отсюда вывод надо делать. От Бога ли эти виденья, которые не посылают на проповедь? Это что? Испирь 1.22. И послал во все области царя письма, писанные в каждую область письменами ее, и каждому народу на языке его, чтобы всякий муж был господином в доме своем, и чтобы это было объявлено каждому на природном языке его. Значит, необходимо на родном языке. Это понимал царь Артаксерс. А наши в Синоде не понимают этого. Народа-то сколько? Я говорю, а зачем слова-то не русские? Ну, мы же славянские народы, а ну, как окажутся, болгары или поляки, они поймут. Чего они поймут? Они ничего не понимали и не будут понимать. Ни один поляк сюда не заехал. Ни один украинец, ну, украинец еще придет, но украинцы, как и русские, они понимают. И ради чего эти слова-то в церкви? Выну хвала. Ну, слово выну, любой ребенок знает, выну. Платочек вот из кармана, я его выну. А по-русски означает всегда. Это же большая разница. В животе моем узрим свет. Еще ты увидишь в животе своем. Во свете твоем узрим свет. А живот означает жизнь. Живот дарова. Как будто все животы Бог только даровал, а больше ничего, ни головы не дал нам, ничего. Один живот дал, и катится пузырь по земле. Живот дарова. Живот значит жизнь. В переводе это на русский язык. Ну, замените одно слово. Живот дарова. Он похлопает по животу. Все-таки Бог даровал ему. Обезделье даровало. Сон лишний. Беззаботность, лень. В Новом Завете я хотел показать еще одно явление. Недавно у меня один человек попросил книгу прокомментировать про победе своих. И все проповеди начинают дорогие братья и сестры. А в проповеди два-три раза еще обращаются опять дорогие братья и сестры. Ну, я в среднем прикинул 300-400 раз примерно дорогие братья и сестры. Ну, а что тут неправильно? Ну, что дорогие, я согласен, а что братья и сестры, не согласен. В Новом Завете запишите себе. В Новом Завете слово братья в обращении не просто братья, а братья мои, слушайте меня, братья мои, придите ко мне, братья мои, помогите мне. Это слово встречается братья 111 раз. 111 раз. А слово братья восклицательный знак из них 19 раз. братья мои 21 раз. А братья и сестры знаете, сколько раз встречается? Ни разу. Ни разу. Это что, ошиблись? Значит, Матфея ошибся, Христос ошибся, Лука ошибся, Павел ошибся в 14-й пасаде. Ну, один-то раз, хотя можно было сказать братья и сестры. Сестры же там были. Привет. Был такой передатель там привет Акила Прескила. Почему? Ни разу. А при том, братья и сестры, патриарх говорит, старобрядцы говорят, баптисты, все одинаково говорят. Почему? Вот то, что я говорю, меня никто на это не наталкивает. Я просто сам внимательно считал. И в первый год, как мне в руки попала Евангелие, я увидел, что что-то не то. Почему? Я начал насчитывать святых отцов. Поликарпа Смирского нигде он не говорит. Ирнея Леонский не говорит. Бажен Августин не говорит. Иоанн Златоуст с 12 томов по 800 страниц. Ни разу братья и сестры не говорит. Ифрем Сирин, Василий Великий, Григорий Богослов ни один не говорит, братья и сестры. Это что, помращение ума или подражание Богу? Почему? Моих проповедей только в книгах помещено 1100, кажется, три проповеди. Я ни разу не сказал братья и сестры. Почему? Потому что меня Бог научил. Сегодня объясняют так. Ну, знаете, время было такое, а вот сегодня женщины, они такие эмансипированные, ее не назови, не навеличай, она обидится. То есть, она никакая. Она еще и обижаться умеет. Я не знал это. Откуда она берет такую силу обижаться-то? Она всю силу тратит на то, чтобы одеться, накраситься, постричься, бижутерея, по брякушке на уши навесить. Братья и сестры отсутствуют. Надо это объяснять? Надо. А почему? Да потому, что если к ней обращаются, она имеет право тогда задать вопрос и сказать. Тогда нарушаются правила, жены в ваших церквах да молчат. Все. Жена да учиться в безмолвии, учить не позволяет. Ты исполни вот это. Тебе хорошо будет. Но если муж пьет и прочее, ты занимаешь капитал, тогда имеешь право учить. А трек все, он веры там и прочее. А так пока помолчи. Златонус говорит, вышла замуж, превратись в камень. Не нравится? Не выходи замуж. Говорю не. Мы считаем священное писание и говорим, что нужно истолковать. А вот это я говорю, это не истолковано. Приходится искать самому. Очень редкий момент. Почему? А этого не было, они не толковали. Они никто не обращались. Повторяю, златоуст. Двенадцать томов. И ни разу не говорят братья и сестры. Павел обращается постоянно. Ну, сто одиннадцать раз. Это не один раз. Если бы одиннадцать раз братья, а сестры и братья один раз. А тут сто одиннадцати нуль. В сравнении с нулем это означает бесконечно большое число. И вот вы эти слова сейчас скажете, кто-то услышит и думает, они изменятся. Ни в жизнь. Не изменитесь. Во-первых, мертвая природа не подается самому изменению. А вот услышал и сразу Господи, как же это получилось. Да как я этого не видел. Смотрите за мной, чтобы я никогда больше не сказал братья и сестры. Ну вот и все. И выход был бы. Я сколько раз говорил, мы православные. Вы это слышали? У нас устав есть. Когда стоишь на молитве, смотрите на меня внимательно. Все. Вот так вот нога не поджимается. Вот и перевалится. Вторая нога стоит. А во время молитвы. Так, кто ногу поджимает? Так, поднимите руку. Не бойтесь. Еще спрятались. Так, поднимает. И кто еще поджимает ногу? Я сегодня смотрел один брат. А он сидит и руку не поднимает. Через 18 секунд ногу вот так поджимаешь. Вот так. И притом не просто так, а вот так еще отверхнется, стоит где-то блуждает. На эту ногу и всем телом опять туда. 18 секунд и опять на эту ногу. Это что, напряженная молитва? Ты кого обманываешь? Я говорю вещи, которые известны всем. Святый отец Игорь Григорьевич и Дотворец говорил. Ты стой напряженно. Ты молишься. Ты перед Всевышним стоишь. Перед мертвым Лениным как стоят? Вы видели? Ни один ногу не поджал еще за все годы советской власти. Ни один. Его научили так. Есть команда смирно, есть команда больно. Можно колено вот так при... Колено. Это больно. То есть ты вольняшку нашел здесь в храме. А вот услышал сейчас что? А обиделся? А он перестанет? Не перестанет. Притом не меняется ничего. Всю тяжесть и на одну ногу переводишь. Там у тебя 5 килограмм или 105 разный следит. И ты опять эту ногу 18 секунд. И не помнишь, что-то механически. Я нашему брату одному сказал. Я говорю, ты еще это валяешься. Это с ноги на ногу. Григорьевич Дотворец говорит, стой прямо и ноги не поджимай вот так, как журавль на болоте. Журавль на болоте. Вот кто ты такой. Тебе не надо толкования никакого. И знай, что ты не исправишься, пока не ахнешь и не охнешь. Как ты перед Богом стоишь? Написано в страхе и трепете. Я перед Всевышним стал. Кому-то это не положено. Я видел, как молятся сектанты. Пятьдесятники. Даже назову по фамилии. К ним заехал по моей просьбе благочинный Красноярского края отец Александр Бурдин. И побыл на молитве. Я приезжаю через неделю, а он мне рассказывает. Я ведь ходил к ним. Как они молятся. Походит маленько опять. Ой-ой-ой. Как они молятся. Как? Да прям все горит у них. Это пейсятники. Люди не исторической церкви. С какой ревностью. Как они плащут. Как молятся о своих детях. Да неужели эти дети не обратятся. Я говорю, ты не молился никогда. Да никогда. А человек с отличием, с красным дипломом кончил семинарию, академию. Благочинный Красноярского края. Значит, нам нужно видеть доброе везде и сказать, в наше время есть люди, которые молятся, которые на молитве горят. И они молились так, что их не могли из этого состояния быть. Он поднял руки, как в алтаре и замер. Служба кончилась. Он так стоит. Его за руки выводят оттуда. Лицо сияет. Он ничего не может сказать. Кто это? Серафим Саровский. Нам есть на что посмотреть. Когда Макарий молился, у него рядом земля была. Говорит, земля мокрая. В грязь превращалась от пота, который тек. Такое напряжение, как будто глыбы ворочает. Знаем мы такой молитвы? Чтобы капли поток, как капли крови падали. Один человек так молился на земле? Так не один. Вот я сказал это, я растолковал эти слова. Прими к себе сейчас, брат, и больше никогда не допускайся. Сам себя укори, назначь себе эпитемию с земными поклонами и попроси у Бога прощения. Во-первых, это отрицательно влияет на людей. Вот она спит, сидит, она отрицательно влияет на всех. Один позевает где-то в театре, весь театр запозевал. Истолковать надо, как надо молиться перед Богом. Мы сейчас немножко посмотрим. Я немножко концовку захвачу. Слово Господи, вот, Господи, в Библии, в полной книге, 77 книг, встречается 944 раза. Вы статистики такой не имеете. Пишите. Пиши. Сепаратист. Пиши. Пиши, девочка. Пиши. Не отделяйся от Вселенской Церкви. Пиши. Слово помилуй, что удивительное дело, встречается ровно 40 раз. А Господи помилуй, сколько раз думаете встречается вместе? Господи помилуй. Вот так вот, два слова через запятую. Ни разу. Во всей Библии ни разу. Так, ты слово помилуй, заряди меня сейчас и откроешь салтырь. Но Давид говорит, давайте послушаем, мое это больное место, когда я не могу ничего сделать, сдвинуть это 40 помилуй. Господи помилуй, Господи помилуй. Это издевка над Богом. Даже разу, Господи помилуй, Господи помилуй, два раза не говорится. От Господи, мой Господи. Вот так говорится. Так, помилуй, заряди. И салтырь. А можешь прямо салтырь гнать его. Гони его в салтыре. Так, слушайте повнимательно. Сколько раз он говорит в салтыре, вот, Господи помилуй, сколько раз он говорит? 19 раз. Один раз из Исаия, будет 20. Вот 20 раз, если сказать, что получится? Считай по порядку. Называй место и что? Псалом 4, 2. Помилуй меня и услышь молитву мою. Псалом 6, 3. Помилуй меня, Господи, ибо я немощен. Видите, как варьируется в разные варианты. Вот это можно. Дальше. Псалом 9, 14. Помилуй меня, Господи, воззри на страдание мое от ненавидящих меня. То есть, я так страдаю, они меня гонят, уже не выношу. Столько клеветы, столько поношения, это ужас какой-то. Сегодня мне ночью сообщили. Вот о вас сколько сейчас говорят, что у вас был Максим, этот, Сергий, тут пока ничего плохого не говорят. А прошлый раз было, когда Максим был. Как могло быть? Ну мы же остались по-хорошему. А он будто бы одному священнику сказал, а священник другому передал, что он негативные отношениями, да как так, молились, довольные были, поехал с улыбкой. Кто из вас неправду-то говорит? Вы мне проясните где-то. На обстоятельства надо смотреть более обширно. Говорил ли он, то мое мнение об ипископе Максиме остается последнее. Веселый поехал, радостный, довольный, не раз повторил здесь. Много можно научиться. Все, такое в моей памяти. Мне никто не свернет, что он о вас говорил негативно. Если и говорил, прости ему, Господи. Это говорил по наущению. Я отвечаю так. Все эти вопросы у тети Фроси, обыкновенная женская. Старофанное радио. Псалом 24, 16. Призри на меня и помилуй меня. 25, 11. А я хожу в моей непорочности. Избавь меня и помилуй меня. Даже слово Господи не говорит. Ну, понятно, кому. 26, 7. Услышь, Господи, голос мой, которым я взываю. Если мы говорим Псалтырь, это книга незаходимая, солнце и луна могут не светить. Но это необходимо. Люба, поверись сюда. Не обманывай никого. Стой прямо. Это особый дух сильный, который усыпляет людей. Повторяю. Мы православные чтим Псалтырь. Читают и живым, и мертвым. Хотя к мертвым оно не относится. Но давайте это считать. Давайте заменим вот это вот. Мы не можем заменить. Кажется, мы заложники этой вот рамки, которую монахи составили. Я твердо уверен, что Бог не заповедовал, чтобы мы каждый день как истерики какие. В западе кричали, Господи, помилуй, Господи, помилуй. То есть на хвост наступили, в болоте топят его. Чего болтаешь языком-то? Воззови ко мне, я услышу тебя. Дальше я воззвал, и он помог мне. Что за истерика это? 40 раз подряд. А у армян 100 раз. Тебе перещеголяли нас. В 2,5 раза больше. И вот представь, он 100 раз, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и 100 раз отсчитывает. Здесь ни Господи, ни помилуй, никого нету. Ты скажи один раз, Господи, помилуй. У нас стали считать медленно, вот Виктор Николаевич более замедленно считает. И то уже недовольный бывает батюшка. Чего ты так считаешь-то? Я говорю, а как? Я был в семинаре. Вот посмотри у нас, вот образец. Он вот так воздух набирает, себя поднимает. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. А сам садится, как проткнутый шаг, на который на мящик наступишь. И он ниже, 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 и дошел до самого отверстия. Все. Выдохнул. Это Богу нужно. Считаем дальше. Где помилуй? Я вам говорю то, что никогда не говорили. 29.11. Услышь, Господи, и помилуй меня, Господи, будь мне помощником. 30.10. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне. Помилуй меня, Господи, ибо тесно мне от этого. Я не могу выйти из этих рамок. Я православный. Я не хочу 40 раз. Максимально 3 раза. Максимально. И то это не по Писанию. По Писанию 1 раз. Господи, мой Господи, услышь меня два раза, Господи, можно сказать, а помилуй два раза нигде нету. Ну, если мы знаем, что по Писанию Бог будет сидеть, у православных везде надо что-то добавить. Без добавки не мог. Даже их молитву очень нашу научились прибавлять. Мы должны растолковать, не имеете права. Добавляет Отца и Сына, и Святаго Духа. Я разговаривал уже. Бог мальчику одному показал, святые божественные крепкие, святые бессмертные. Ну и остановились бы на этом. Мы пели, нет, добавили, помилуй нас. На небе ангельская песня. Зачем вы ее извращаете? А армяне взяли, добавили, распявшиеся за нас, помилуй нас. Православные говорят, это неправильно. А у них как будто правильно. Те еще два слова добавили. И получилась такая еле, что вместе молиться нельзя. Потому что они сказали, распныся за ны. Ну, давайте до конца договорим, растолкуем. Если это было откровение Божие, ну как, свят, свят, свят Господь Савов, вся земля полна славы Его. Не надо больше ничего добавлять-то. Вся земля полна славы Твоей. Не добавляйте ни одного. А вы поете даже, когда помилуй меня, и то, Господи, два раза слово помилуй повторяете. Даже у нас. Зачем два раза повторяете? Если это от слова Божия, не надо добавлять ничего, переложите на этот мотив. Ну, вы знаете, сами проследите. Я растолковываю. Дальше. Какое место еще? Тут много еще. А, посчитай. Всех. Это один раз, а один раз уже много. А сорок раз подряд стрекочем немного. Сорок пять. Я сказал Господи, помилуй меня, исцели душу мою, ибо согрешил я пред Тобою. Сорок одиннадцать. Ты же, Господи, помилуй меня, и восставь меня, и я воздам им. Пятьдесят три. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей, по множеству щедрот Твоих, изгладь беззакония мои. Пятьдесят пять два. Помилуй меня, Боже, ибо человек хочет поглотить меня, нападая всякий день, теснит меня. Помилуй меня, он добавляет все время изменение ситуации. Там человек дает. Здесь другое. Бодрствуйте души. Ничего не может сделать. Борьба идет смертельная. Предупреждаю, говорю, не закрывая глаза, ничего не могу сделать. Смертным боем бьюсь за одну душу, не могу вырвать. Даже стоя продолжать то же самое делать. А вот мне один говорит, а вот смотри, написано один Ама, когда его спросили, вот там, как дорогие, если во время богослужения и кто-то заснул, ты что ему сделаешь? А я, говорит, ему голову на колени положу, то есть тоже уснул. Ой, да как хорошо сказал. Я говорю, а вы их их выгнать надо. Хорошо он сказал. А написано, спит, просыпается и говорит, что? Проходила мимо, лениво, немного полежишь, немного поспишь, и как нужна, придет прохожий. Встань, спящий, воскрес не из мертвых, осветит тебя Христос. Встань, приказ, встань. А что, усни, нигде этого нету. Вы не выдумываете. Это все выдумывают монахи. Голову положил он на колени, спящий ему уснул. То есть ему неудобно так спать, как товарищ, а он бы еще богатство нашел. Подушку еще принеси, да брат ему с ним вместе. Ты один раз только вздрогни, и все кончится, это дело. Я готовлюсь к встрече с моим Господом, когда будет архангельская труба, и спящие его прахи воскреснут. Одни для жизни вещи, другие на поругание. Ты слышал это? Сон это смерть. И когда все заснули, раздался крик. Что значит заснули? Умерли, не дождались, они духовно ослабли. Иначе и мудрые девы будут виновы. Еще дальше. 56.2 Помилуй меня, Боже, помилуй меня, ибо на тебя уповает душа моя, и в тени крыл твоих я укроюсь, доколи не пройдут беды. Вот так, по порядку. 85.3 Помилуй меня, Господи, ибо к тебе взываю каждый день. 85.16 Призри на меня и помилуй меня, даруй крепость твою, рабу твоему. 118.58 Молился я тебе всем сердцем, помилуй меня по слову твоему. 118.132 Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя твое. 122.3 Помилуй нас, Господи, помилуй нас, ибо довольно мы насыщены презрением. Я один раз желаю, чтобы все это услышали. Это пока только слова. Ну, можно было бы, любим псалтырь, из псалтыри, помилуй меня взять. Какое тут исследование-то? Ну, и включить в покаянные молитвы. Отдельно книга выпустили, не православная. Молитвы. Какие в Библии есть молитвы? Богородица молится, Моисея молится, они на русском языке, но немецком, на английском, на французском. В одной книге. У кого есть эта книга? Видите, есть книги, никого нет, можем дать. Легко изучать язык по ним. Все молитвы выбрали. Баптисты, кажется, издали. Где прямая речь Христа, сделали красным, издали. То есть люди стараются как-то, чтобы более понятно, более броско, более доходчиво. А нас как будто бы не жжет это нисколько. Почему никто не растолковывает? Первая ездра 262. Они искали в своей записи родословно, и не нашлось ее, а потому исключены из священства. Это же не Емя 764. А сегодня священство какая? Кого не изберет, как и Роваам, того и ставят. Хиротония, рукоположение должно быть непрерывно от апостольских времен. В этом весь смысл. Они искали, не найдено, не было подтверждено. Очень осторожно относились. Исключены. Старобрядцы больше 100 лет искали священства, и наконец нашли Амросия. Нашли, восстановили иерархию. Я хотел бы обратить внимание на празднике Сретения Симеона. Когда говорят, что это было при Филадельфе Птоломее, там называют, кто его был, библиотекарь в это время, и он собрал людей, 72 переводчика, которые переводили. Почему ни одного переводчика мы не знаем, не считая Симеон? Вообще никаких имен нет. Ведь они сделали Библию, известную для всего цивилизованного мира. Никого нет. У меня есть вопросы, которые пока никто не отвечает. Почему? Хотя я знаю ответ. Почему? Потому что всю эту канонизацию составляли монахи. Мы даже людям всем сказать, даже не православным, что Библию, канон составили соборы православные, соборы вселенские. Они на соборах утверждали апостольские правила, какие книги нужно ввести в канон. В канон. Что именно 4 евангелиста, а их было больше 20 евангелий разных. А кто перевел? Вы среди православных попытайтесь узнать. Среди протестантов я пока ни одного не нашел за 50 лет. Я говорю, тебе нравится Библия на русском языке? Конечно. А как ты считаешь, перевод правильный? Ну, не мы же переводили. Ну, я правильно тебе говорю или нет? Ты как-то проверяешь это. А как проверять? С оригиналом. Найди еврейскую Библию и с ней смиряй русскую. Новый заветный. Я не считаю масоведский. Арамейский. Матфея и Астане все по-гречески. А кто так знает? Ну, кто переводил? Ну, а еще как проверять? На молитии. На молитии по жизни. Есть вещи неоспоримые, которые мы должны принять. Библия, которая у нас переведена, она принята православными, дореволюционными. Переводили 4 духовные академии. 4 духовные академии. В неделю, или в месяц, в месяц, наверное, было 3 присутственных дня в Синоде. Когда можно было там что-то разбирать. И один день посвящен разбору новых поступающих переводов. Из переводчиков двое уже канонизированные. Из переводчиков Митрополит Пиларет и Макарий Алтайский. Архимандрит. Кто переводил? Люди с громадной ученостью. Знатоки языка того, с которого переводить. Знали еврейский, знали греческий, латинский, иногда арабский. Сравнивали, как Иоанн Златоуст толкует, что имеет. 4 толкования, 4 перевода только на греческом. Это даже... Сегодня я не знаю, кто все их видели или нет. Симаха, Акила, Феодатиона. Отец Геннадий Фас показывает. И Септуагинта, 4. Ян Златоуст выходил на кафедру 4 перевода, имел, и они очень... Разница, хотя говорят об одном. И он ни одного не опровергал. Богатые тоже нуждаются, так скажем. А другой переводит, и львы жаждут о добыче и просят у Бога. Так и львы или богаты? Ну, богаты они, как и львы, они терзают бедных. Никакого противоречия здесь нет. Русский перевод один из самых лучших в мире. Его признали сектанты, все протестанты. У баптистов синодальная. Старообрядцы, которые имеют Библию, синодальная. Зарубежная церковь издала синодальная. Патриархия сейчас издает синодальная. Что тебе непонятно? То есть это общий признанный перевод. А из них самые сильные переводчики это Павский Герасим Петрович. Павский. Герасим. Я каждый день молюсь Богу, чтобы он воздал милостям переводчикам. Он так много пострадал за то, что Ветхий Совет сделал известным для студентов академии духовной для лучшего разумения. Они не понимали. 500 экземпляров на литографировали, откопировали они. И полиция узнала, жандармерию, розыск сделали. И взяли все и сожгли. Но несколько экземпляров спрятали. И он был воспитатель старских детей и не могли его спасти даже это. Такая была ненависть к переводу. Мы дожили людям это разъяснить? А вот оно в Стретине, это праздник Стретине, все это надо сказать. Это был один из переводчиков. Так. Хорошо. Матфея 13. Даниила 7. Читали, да? Матфея. Даниила 7.17. Эти большие звери, которых 4, означают, что 4 царя восстанут от земли. Надо объяснить, какие цари я сыну живу. А кто? Вот это разъяснили. Это все известно. Это известно. Я насчитывал на пленку толкование православной церкви, которая есть. Какие цари? И не надо тут было ждать адвентистов до 19-го столетия. Матфея 13.19. Ко всякому слушающему слово о царстве и неразумеющему приходит лукавый и похищает посеянное в сердце его. Вот кого означает посеянное при дороге. Где нет толкования, там лукавый похищает. Они не понимают. Я эти вопросы задавал ни один, ни два раза, многократно. Сейчас я дойду до этих мест, как отвечают. Слово означает в Новом Завете встречается 13 раз. Галатам 4.25. Толкование. Ибо Агарь означает гору Синай в Аравии. Смотрите, Агарь. А какое отношение гора имеет? И все так и думали, Агарь, служанка, помогает, Саре, Сара отдала ее Аврааму, договорилась с Агарью, рожать будешь, на колени рожай, сделаем так, будто бы я родила, детская игра. И на полном серьезе это было, и она считала его, Измаила, сыном своим. А Павел говорит, да не в этом дело. Агарь означало гору. Гору. Еще там потом. И соответствует нынешнему Иерусалиму. Еще себе. А теперь, говорит, соответствует нынешнему Иерусалиму. Так Агарь или Иерусалим? Иерусалим. Агарь тут совсем ни при чем. Потому что он с детьми своими в рабстве. Все. Вот какое толкование. Тройной переход делается. Павел бы не растолковал, кто сегодня растолковал бы нам это? Но Павел сам растолковал Ветхозаветнее событие. Ефесянам 4.9. Простые слова. Их надо растолковать. И для этого Бог поставил учителей. Мы сейчас увидим. А Восшел что означает? Как не то, что он и не сходил прежде в преисподние места земли? Преисподние места земли? Преисподние в это не верят сектанты как субботники адвентистов седьмого дня. Они говорят ни ковкова да нет и никуда Христос не сходил. А Павел берет одно слово вошел и все растолковал. Слово вошел такое понятно он поднялся. Это означает что он был когда-то там. Даже вывода такого не сделал бы. Но теперь уже мы точно знаем что речь это о преисподних местах. Евреям 12.27. Смотрите толкует слова которые нам встречаются на каждом шагу. Евреям 12.7 подойди-ка побольше потом там покажи наши надписи. Слово еще раз означают а слова еще раз означают изменение колеблемого как сотворенного чтобы прибыло прибыло непоколебимое. Понятно? Слово еще раз два слова и он их растолковывает. еще означает твердо прекрасно нерушимо ни веточка не колыхнется а еще раз означает заново переделает Бог. Он говорит творю все новое. Я беседовал с разными сектантами я говорю скажите о чем говорите сетисловие это это было образом будущее суббота о чем говорила ну как суббота чтите они так и чтят субботу суббота говорил о воскресении Христом где наступил покой это не Константин установил Константин утвердил законодательство государственном а это утвердил дух святой Христос в субботу находился в преисподней а они чтобы доказать что Христос не сходил они говорят а души у человека нет никуда он не сходил он лежал в могиле и воскрес чтобы оправдать субботу они теперь должны были еще ересь за ересью притягивать к себе и мы должны это растолковать 3 езда 12-18 это означает что после времени того царства произойдут немалые распри и царство подвергнется опасности падения но оно не падет тогда и восстановится в первоначальное состояние свое 19 а что ты видел 8 малых подкрыльных перьев соединенных с крыльями это означает что восстанут в царстве 8 царей которые времена будут легки и годы скоротечны и 2 из них погибнут 22 а что ты видел 3 головы покоящиеся это означает что в последние дни царства всевышний воздвигнет 3 царства и покорит и многие другие и они будут владычествовать над землею и обитателем ее 26 я говорю что означает толкование иногда толкование в самой библии а что ты видел что большая голова не являлась более это означает что один из царей умрет на постели своей впрочем с мучением видите как откровение 5-4 когда я обратился по евангелию 62 году я обратился как раз там где много разных толков течения у меня первый вопрос о лаге правда одни говорят одно другое как раз зарождалось это движение у баптистов за чистоту церкви отделена совет церквей я даже какое-то время материалы помогал распространять немножко совсем но я знаю это не понимал ничего еще в то время где правда но я все время спрашивал и видел противоречия но где правда мне бог показал я все дни во все дни с вами до скончания века для меня это был главный стих если он был во все дни значит он был вчера был позавчера но сегодня определить как определить когда их тысяча разных сект я решил 5 лет назад а тысяча лет назад сколько было я нашел что там было всего то допустим 18 разных течений 18 как говорят динаминации я понял что он где-то был 18 но в какой не знаю решил пятиться назад дайте когда будет одна а раз он с церковью везде то нигде он больше не мог быть только мы то если в этой не было то нигде не было я пришел к моменту когда церковь была одна и было одно толкование я самостоятельно таким путем на сибирске продолжение и вот это толкование называется блаженного феофилакта вот оно у нас посмотрите с закладками под цвет флага российского здесь я повторяю что наше издание по 8 параметрам лучше самого лучшего вот они лучший иллюстратор библии Гюстав Дореф полный лист мы раскрасили 230 гравюр 230 и 10 пластики вот оно как выглядит те места где он говорит о проповеди о необходимости благовестия мы выделили крупным шрифтом это слова Беложима феофилакта а далее далее ил другим шрифтом и отделяется это я сделал свои комментарии 297 комментарии которые говорят о том что необходимо идти на проповедь вот оно где кончается эти самые слова царство же божиим называется здесь проповедь царством же божиим называется проповедь это вообще сказать надо так я эти места повторяю несколько раз и вдалбливаю почти всегда когда священники это имеют и говорят ну у меня есть блаженна феофилакта но там этих слов нету потом проходит время он говорит да правда есть а почему ты не видел ты не читал ее она у тебя мертвая стоит а это тебе по мозгам стукнуло ты теперь зашевелился царством божиим проповедь называется без проповеди нет обращения нет покаяния вот эти наши три тома впервые за всю мировую историю вышел с толкованием с откровением которое собрал отец Геннадий Фаст по всем святым отцам он проделал невиданную огромную работу вот сегодня может приобрести каждый это какая цена пожалуйста у вас у всех есть откровение 5-4 и я много плакал о том что никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу и даже посмотреть в нее посмотреть я отношу это оттолкование и об этом надо много плакать что не могут ее раскрыть то есть дать смысл этого писания не могут притом настолько ясные слова еще раз еще непонятно еще раз Павел говорит значит оно было еще раз означает дополнительно я совершаю этот процесс творю все новое у нас абсолютно на всем везде какие-то препятствия по писанию значит надо по писанию вот маленький момент чаще исповедуйся чаще причащайся откуда это взялись из литургии сделали какой-то фетиш если литургия становится миру конец с чего ради ну а литургия откуда взялись его слова даже такого нет у Библии это означает присуществление притворение хлеба в тело и вина в кровь Христа ну и что ну давайте делать так как я а все натощак а почему натощак чего вы боитесь что предыдущие съеденные забунтуют или что почему натощак даже проспору натощак святую воду натощак нет такого слова в Библии натощак первая литургия как совершается Христос ее совершает сначала что барашка скушали шашлычок покушали вина выпили четыре чаши да развесили весь неплохо а после этого начали творить литургию и притом один раз дали а мы трижды даем говорит старая бряца что это в честь троицы вроде один раз это никуда не идет а Христос один раз в чашу дал и все и притом не вместе это было было в розь отдельно хлеб отдельно вино так вы что я ни на чем не настаиваю просто успокаиваю но мы должны это увидеть и задуматься и не возноситься перед другими то сильно которые делают правильно сказать вы делаете правильно но у вас рукоположения нет поэтому у вас ничего нету вообще ничего нету вот поэтому нужно толкование иногда прям чуть-чуть только подтолкнуть к этому а как ученики исповедовались перед причастием а где вы видели ни Иуда никто не исповедовался так первая литургия то есть исповедения было не натощак делали это поврось притом сейчас один раз прошла вот я показываю пять пунктов которые вообще у нас так это главное вы же говорите главная литургия а почему все в ней искажено ну вопрос задать хотя бы говорю я признаю как есть но вопрос я не могу не задать потому что выбор там простой Евангелие Святая Библия и то что у нас есть первое 1 Коринфянам 12.28 а вот теперь откуда мы это берем 1 Коринфянам 12.28 и сразу запишите Иписянам 4.11 это одно и то же Иписянам 4.11 так давай Иписян иных Бог поставил в церкви во-первых апостолами во-вторых пророками в-третьих учителями далее иным дал силу в-первых во-вторых в-третьих когда я беседую как миссионер с разными сектантами я говорю поставил апостолами называют правильно пророками одного назовут Агаму там больше не могут назвать а учителями Матфея Мар мы уже перечислили что это апостолы в первых они опять в третьих в первых перекидывают это в третьих а где учителя а вот мы можем назвать Кирилл Ростолимский Иринея Леонский Григорий Ницкий Ифрем Сирин Блажен Августин Иоанн Златов мы можем Игнатий Богоносец его послание они не могут ничего назвать а еще Бог это установил а они не растолковали они просто сказали Бог дал учителей а зачем нам человеческое ну хорошо а вы что за книги типа оттолкование Беркли оттолкование Златоуста скинули со стола а Беркли взяли оттолкование Бекмелдера взяли Скоуфилда взяли а почему вы отвергаете Иоанна Златоуста а потому что вы не церкви причина вот какая и это не от смирения а от гордости ты сначала узнай то толкование сравни его со всей Библией противоречий тому где-то или нет а потом посчитай другое я когда меня Бог наставил так чтобы прочитать толкование святых отцов я стал после толкования считать сектантов я увидел как небо и земля у них чуть не на каждой страничке можно останавливаться и говорить откуда ты это взял противоречие с другим местом писания они писания не знают ну а говорят то хорошо говорят хорошо только ведут не в ту сторону атеисты коммунисты говорят при помощи справедливых на первый взгляд идей справедливых умеют ловко прикрывать свои сатанинские намерения ауэрл женский пол женский пол должен быть закрыт но она же еще девочка ну где во писании наши девочки или не девочки во-первых это не по писанию а во-вторых рядом написано жена и муж если девочку вы относите к слове жена то к слову муж ставьте мальчика ему можно в шапке в храме быть тогда потому что постыжает голову там муж но не мальчик мальчик может быть в шляпе ковбойской в храме стоять если по вашему то рассуждать а можете доказать доказать нельзя можно возвестить один раз и отойти кто где прописан уже туда он и тянет ему ничего нельзя объяснить да первое и второе 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 одних апостолами других пророками иных евангелистами иных пастырями и учителями опять же одних поставил других поставил третьих поставил поставил учителями Павел неоднократно пишет я еще не мог найти никого кто бы но из неправославных мог назвать учителей никто если называют то начиная там с 17 века какого-то а каждый своих что-то по мне поздравление да слушай говори спаси Христос так же и вас спаси Христос Валентина Орефьевна аллилуйя всем поклон от матери Сергея Пупкова мы на занятиях как раз благодарю отошел отошел с праздником всегда поздравляет мама Сергея Пупкова так Матфея Матфея 16-18 и я говорю тебе ты Петр и на семь камней я создам церковь мою и врата ада не одолеют ее католики объясняют что это Петр поэтому он глава церкви все должны папе римскому подчиняться называется примат папства такого танкования ни один святой отец не дает это они выдумали а что это то есть исповедание ты Христос Сын Бога Живого вот на этом основании Павел говорит другого основания никто не может положить это 1 Коринфян 15 глава 1 стих врата ада не одолеют а сектанты говорят церковь пала разложилась поэтому нужно новую организацию новую динаминацию новое название там церковь Христа новая жизнь благословение апостольская церковь то есть разные разные новоапостольская ничего этого не надо ничего изобретать не надо нужно вернуться туда где истина а истина в священном писании ты все это сравниваешь у нас не совпадает с писанием я говорю открыто но не совпадает не так но от этого изменяется таинство не изменяется ну это не так было простые слова допустим вот баптисты адвентисты какие бы ни были яговисты их когда разговаривают с ними первым делом им показывать не сделай никакого изображения никакого ни на небе ни на земле ни на земле а у вас есть изображение ну да иконы изображения так это же идолы а идолов надо сжечь все сто процентов тут больше доказывать не надо сожгли они их не сожгли не имеет значения важно то что это их проповедь они считают двадцатую главу исход ну вот я встречаюсь с ними я говорю ты хотела чтобы я тебе разъяснил зачем разъяснять а идол я уже их сожгла ну давай побеседуем кто вас вас так научил ну это же по писанию ну давайте один раз встретимся и вы увидите что они ничего не знают они вас обманули да вы что я ничего не знал а сейчас у меня Библия тут такая любовь такое братство она ушла из православных да она не была православной ну давай один раз встретимся никак я окольными путями узнаю Петр Иванович ну волтайте ну теперь я с ним беседую хорошая беседа я говорю вы такую знаете знаю это такая ревность на сестра она иконы свои сразу сожгла ну а можете ее пригласить а зачем она еще слабая вы будете говорить она еще повернется я не могу их теперь свести вместе я ей начинаю говорить она ничего не слышит я говорю ну вы не можете сказать так что Христос сказал читайте 20 главу а 25 не признавайте в исходе в этой же книге ну да а 25 читала а что там она не читала я говорю а там написано сделай изображение да вы что сделай изображение она сразу к нему Петр Иванович а как же сделать изображение да зачем нам делать то их это все ветхий завет ну а не сделать изображение это же самая книга ветхий завет что ты обманываешь не сделать то что уводит от бога а Херувима напоминает о небе ну там же святых не было Божьей Матери не было потому что ветхий завет на небе никого не было а теперь врата открыты у нас по образу небесного души находят то есть объяснять ничего надо она заколебалась завихлялась но они пойдя слышу я вернулась в православие а как хорошо у меня там было этого баптистов у этих я все знала а здесь вот сейчас ничего нет ну поищи священника какие то есть то есть она говорит я стала хуже когда у баптистов была я вот такая была и как то радостно было а сейчас я такая недовольная прихожу в церковь священников сужу сужу про себя свечки братья узнала что они нечистые покупать нельзя я такая раздвоенная стала это я ее на это наставил я и не хотел такое делать ты будь настоящий православный радостный считай священное писание присоединись за общий стол всемирный вселенской церкви они веру и составили в единого бога отца а во святую соборную исключили потому что ее нет там у баптистов это прямо в песеннике записано веру и в единого бога отца это надо растолковать толковать необходимо и толковать нужно по священному писанию у меня самое с чем бы я хотел расстаться это ссоры господи помилуй это анти верующая анти православная все анти поставлю рядом это не веря в бога помните в прошлый раз я с батюшкой здесь сидел он говорил на литургии кодишь один раз а вечно три раза нас гоняешь от стенки только успокоишься маленько задремал опять идет с кодилом гонит от икон что ты три раза ходишь демонов гоняешь или нас тревожишь с чего ради три раза объясни объясни никакого нет ну ты же священник я верю что каждый день перед святыми изображениями иконы не идолы но нигде не написано кланяться им а ты кланяешься я так кланяюсь я православный кланяюсь я понимаю что я не иконе кланяюсь от первообразу но указания на это нет ну а как же перед ковчегом перед ковчегом да там были скрижали скрижали это Бог скрижали Слово Божие иконам изображениям херувимам не кланялись не кланялись и не надо людей обманывать ну а мы же целуем ну мы то целуем нам что с нами ничего уж не поделаешь с нами еще нельзя сделать нас только убивать можно дальше исход да исход 30-33 кто составит подобное ему или кто помажет им постороннего тот истребится из народа своего почему не толкует этот сектант ни разу повторяю ни в одной книжке у баптистов не встречал ветхозавет некого священника помазать и главное открыто пишет какой состав сколько там взять подорожника сколько крапивы я к примеру говорю составить и помазать а кто-то подобное сделает а сделать легко и помажет что сразу его убить надо такого да ты о чем ты говорил да это о новозаветном вы которые сегодня рукополагаете везде вы никто вы обманщики первый сам себя рукоположил у вас нету благодатного преемства вот и все а вы что всех епископов признаете всех до единого но у меня широкого профиля христианства я признаю и католиков и григоряный армян коптов и сирийцев вот пять которые сохранили рукоположение никуда я не пойду я до конца не знаю как сирийцы молятся даже мне один сириец помогал из Америки я был там из сектантов и пришел в сирийскую церковь и он меня в Америке встретил мы беседовали очень и очень хороший человек так брат сядь прямо слишком удобно ушел дальше евреям 712 потому что с переменой священства необходимо быть перемене и закона ну а с переменой закона согласны что новый закон Господь дал Евангелем но он впереди то написан не с отменой священства почему никто не толкует с переменой перемена Ааронова перемена Христового священства от апостолов рукоположения я потому и нахожусь в православии что здесь есть рукоположенное пастырство только поэтому так иногда нападает на меня мощь и так сказать вот видите 7-й вселенский собор там правило второе гласит что храмы епископы если освящают должны быть мощи мучеников а вы не признаете поэтому вы нарушитель я как не признаю я не епископ я не могу нарушать это речь об епископе храмы я не строю это второе и третье мученики а вы крошите режете кого Игнатия Брянщининова тех которые никакого отношения к мученичеству не имеют это вы нарушители а не я я свидетельствую по слову Божьей что прах ты в прах возвратишься не в мощевики не в антиминсы не в кресты в прах и откуда взятый ты в прах в землю другого нету все остальное выдумка человеческая и может быть даже не человеческая а много опаснее ну а как же Елисей его мощи коснулась воскрес понимаете вот начинает Елисея а что Елисей он воскрес да его резать повелели нет ну вы то что делаете теперь от Елисея мощи а их вообще нигде нету Бог допустил что их истребили не за это ли Юлиан отступник повел сжечь его и мощи Иоанна Крестителя не случайно почему не другие это не апостола Павла не Петра а именно Елисея потому что ажиотаж начался и он понял меньшее зло что как его уничтожить видимо так его рассуждения были он то отступник мощи Елисея ну давайте туда обернемся назад и посмотрим повеление было какое поклоняться им нет а повторение чудо было нет ну люди делали туда паломничество мертвых тащили стукали о мощи нет ну все остальное это выдумка ну и мощи при том не частица мощей должна быть при закладке храма а мощи целиком то есть если это мученик умер за Христа его мощи брали хоронили под храмом но ничего тут особенного нет защита от поругания много было язычников которые выкапывали мощи и уничтожали тут объяснимо оно что сегодня делать не имеет никакого оправдания я должен это истолковать так мне хотелось Марка 6.31 Марка 6.31 он сказал им пойдите вы одни в пустынное место и отдохните немного ибо много было приходящих и отходящих так что и есть им было некогда толковать надо я стал об этом задумываться и увидел что здесь тоже сокрыта тайна им есть было некогда от народа а сегодня хватает времени чтобы есть было некогда от народа которые это просто нигде нет такого и народ приходил научаться ничего и стрелялись люди сегодня ничего этого нет и отдельно отсылал в пустынное место вот эту картину перед глазами когда провернешь а может ли это быть сегодня столько было народу а у нас служба шла священников было больше чем прихожан наверное а почему людям ничего не надо сегодня им как бы полегче попроще хваля бога и находясь в любви у всего народа господь же ежедневно прилагал спасаемых к церкви то есть без церкви нет спасения ответ это не сектан к церкви которая была единая апостольская церковь это не сектанты никакого отношения к ним это не имеет и он их прилагал обратились эти прилагал к церкви то есть они там теперь причащались исповедрились почему это протестантам никто не объясняет прилагал к церкви ни к секте ни к вашей организации там у нас притча была в Матфея 13.31 царство небесное подобно захвастке которое взяла женщина три меры муки положила женщина это душа которая слово божие услышала приняла веру услышала веру от слышания приняла сердцем и притворила в дело слышание сердце уверование делание три меры муки из таких состоит царство небесное уши сердца руки это три меры муки почему сегодня не объясняют у протестантов что крещение спасает в крещении прощаются грехи а где известно 1 Петра 3.21 там слово крещение спасает с ним соедините или деяние 22.16 встань крестись и омой грехи твои значит они были на нем до крещения а называют его уже братом встань крестись он же покаялся уже три дня слепой сидит покаялся но не прощения нету нет в крещении не прощается крещение это просто знак того что ты приняты у православных наоборот одно крещение никакого верования пришел деньги заплатил крещение то нет ладошкой помочили голову даже не голову волосы чуть-чуть это надо разъяснять людям по-моему вот это какое-то деяние 16.17 ну посмотри идя за Павлом и за нами она кричала говоря сии человеки рабы Бога Всевышнего которые возвещают нам путь спасения она разве и правильно говорила да сегодня такой глашатый впереди нас бы шел где мы по-моему на Благовесте идем-то и кричал бы эти люди из Потеряевки возвещают вам путь спасения да я бы ей Евангелие сразу дал а Павел совсем не так поступил почему? она ни одного слова неправильно не говорит это люди от Бога они возвещают путь спасения значит слушайте и Павел понял это говорит злой дух надо растолковывать а растолкование очень простое апостол Павел видел впереди будет когда они уйдут она будет доверие к ней вызвали она начнет учить по-своему она поведет их в разные секты куда угодно она поведет их в ту степь откуда уже им никогда не выйти Яна 6.53 6.53 Иисус же сказал им истинно истинно говорю вам если не будете есть плоти сына человеческого и пить крови его то не будете иметь в себе жизни все это буквально протестанты все до единого понимают что это образно сказано никакого никакой плоти нет а действительно у них ничего и нету хлеба нет хлеб один есть я видел как купили печенье пришли из магазина принесли его разломили и дали другим участие в вечере чашу вина это я видел действительно а плоть какая плоть никакой плоти нет я говорю у нас был один знакомый человек и он встал у баптистов а пресвитером был Алексей Дмитриевич Никонов в Барнауле ну и спрашивает ну а как же написано вот плоть кто не будет причащаться не иметь жизни он говорит так это у православных рукой показала тут совсем недалеко от Разищева 67 на Никите на 137 Покровский собор это у православных он своей жене говорит Наташа вставай пошли туда где есть плоть и есть кровь и есть жизнь и ушел ушел а теперь он батюшка православия Московской патриархии в город Тайшет Иркутской области пожалуйста ему пресвитер прямо показал путь это у православных только плоть у нас хлеб обыкновенный а раз хлеб обыкновенный жизни и нет вот откуда такое неразумение вот ему говоришь он опять поворачивает на свое я разворачиваю он опять тоже а можно ему доказать нельзя не бросай жемчуг отойди он прописан в другом месте это его мучность он избрал это и прикрытие христианства вот как сейчас некоторые у нас тут были все молились все сбросили кресты сняли не постави креста ничего нету а я со Христом все это все кончится вы не первые вы не последние которые набивают отдельное место если говорят на небо должно взойти ровно столько есть такое как сказание сколько ангелов пало которые были ангелами то в аду ограничения нет хоть сколько туда войдет а на небо ни один души не взойдет вот у нас трудное требует пояснения песня песней полное толкование я знаю это примерно 850 страниц отец Геннадий Паст по всем святым отцам я эту книгу называю книгой столетия она продается в московской патриархии в храмах там везде так и называется толкование песни песней проделана огромная работа по всем святым отцам он выбрал какой стих кто толкует так и откровение он собрал тоже из всех святых отцов вот оно у нас здесь так Матвея 2430 я говорю отдельные места которые требуют толкования прям немедленно тогда явится знамение сына человеческого на небе и тогда восплачутся все племена земные и увидят сына человеческого грядущего на облаках небесных с силою и славою великою вот представьте я 53-й год веду миссионерскую работу среди разных сектантов и задаю вопрос скажите явится мнение знамения сына человеческого что это такое ну это Христос на облаках силы и славы великой давайте читать руководители сидят почему Непонятно пока какое. И тогда восплачиваются все племена земные. Увидят знамение, восплачиваются, зарядают все племена земные. И увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных. То есть увидят знамение, все за этим заплачут, и тогда увидят они Сына Человеческого. Я спрашиваю, что такое знамение? Сын Человеческий. Ну тогда так. И увидят Сына Человеческого, и заплачут, и увидят Сына Человеческого. Не знают. А вы знаете, я знаю Что я ничего не знаю Вот это я точно знаю Но мне это указал Иоанн Златоуст Явится на небе крест животворящий Крест Не написано, что православный Я думаю, что это четвероконечный Это мои предположения такие А почему? Три причины, говорит Иоанн Златоуст Ярще солнце, чтобы погасить все И будет свет от него Впереди царя царей Виннесут знамя, это его знамя Для чего? Когда одновременно все воскреснут Чтобы ободрить, воодушевить Когда воскреснут праведники И увидят рядом мучителей И чтобы они его не боялись Вернется все в то же состояние опять И они увидят его, который их убивал А на него наведет страх Этим крестом он увидит И на него сразу нападет страх А на этих мужества они посмотрят На тех, кто убил И бояться уже их не будут И третье, для славы Божией Это его крест Прославь меня, отче славы Который имел у тебя прежде бытия мира Славой называется крест Для людей крест позора Для Христа слава Почему? Это высшая любовь Проявленная на Голгофском кресте Вот что такое знамение И поэтому это знамение Мы накладываем на себя Этим знамением Нас благословляет священник И друг друга Это знамение на могиле стоит На храмах На скорой помощи Везде Что интересно Международный Красный Крест Такая организация И вдруг сейчас разговор ведут Я не знаю, принято или не было Чтобы крест убрать Крест убрать Со скорой помощи И не называть Красный Крест Ну я знаю, чьи это проделки Кто это Всегда креста боялись Первое считать иудеи Потом атеисты Мусульмане и другие Полумесяц не знаю Убрать или не убрать Знамение Сына Человеческого Дальше 1-й Петра Кисом 5-23 Мы говорим толкование Какое надо дать Знамение Сына Человеческого На небе Тысячекрат ящий солнца Явится крест живопрорящий Сам же Бог мира Да осветит вас Во всей полноте И ваш дух И душа И тело Во всей целости Да сохранится Без пороков Пришествия Господа нашего Иисуса Христа Дух, душа и тело Сколько? Человек троичен Я говорю Он двуалистичен Двойственным У него дух и душа И тело На как написано душа Ну душа и тело Нет в человеке три Мы едем однажды Со священниками В поезде Ну а они насчитались Бойные сцене Скаваллыки Про это льду Душа и тело У него книга так называется И говорят Я говорю Ну человек когда вот умер Закрыл глаза Сердце Остановился Из него что отделяется Один говорит душа Другой говорит дух Ну ладно Отделяется душа А дух куда? Молчок Ну ладно Давай по твоему Дух Дух и Клисиас Говорит идет к Богу А душа куда? Или они дух и душа Где-то по росту будут? Никак А много написано Один раз Дух, душа и тело Потому что Дух и душа В священном писании Называется об одном и том же И вдунул дыхание жизни Это душа Это дух В данном случае Когда совместилось вместе У человека тело и душа А дух это настроение В целости сохранится Радостное, благодарственное чувство Богу Это дух Духовный человек Рассуждает обо всем Духовный означает Возвышенный, пренебесный Дух Возвышенный Он говорит веселый дух у человека В веселом духе пребывает В печальном духе У него горе такое Он печальный все время Дух его сушит Печальный дух сушит кости И дальше Ну Назареем на счетце говорил Я это 2.23 Не 1.23 Что Назареем Господа Павел говорит Не Павел, а Златоуст Эти книги утеряны И поэтому их нет Но когда писал Матфей Они были И ты, говорит, не исследуй сверхмеры Их этих книг нету А они часто убивали пророков Убивали и тех Которые говорили им истину И то, что написали О том, что В крещении и прощении говорили Меня интересует Я епископу здесь сказал Когда мы сидели Вот сейчас приезжал Епископ Сергий Иванников И мы сидели там Где крещение у нас на скамейке Я говорю Владыка, у меня вопрос к вам Ко всем Мы Вот Ребенок рождается И называют его по святцам А почему Ездры нету Он говорит А разве его нету Я говорю Нету Ни одного храма Во имя Ездры нету А более заслуженного Перед Богом Человека Вообще нету В Ветхом Завете Агей Чтут пророка Агей Даниила Чтут Даниила Смотри, сколько много У тебя Даниил Кого другого Исайя Александр Исаевич Солженицын Почему нету Ездры А Ездра что сделал Первое Он вывел народ Из плена Это мало Из плена Он сумел убедить Царя Который отпустил Из плена Весь народ Израильский выкупил Как он выкупил Смирением Послушанием Второе Отстроил Иерусалим Это мало или много Иерусалим Построил стену Дальше Строит храм Это мало Так это все Было Все Но это далеко не все Далее Он составляет Ветхий Завет Собирает книги Ветхого Завета Которые на него были Мы ему обязаны Всем Далее Он был чтец Когда готовились Разрушить снова Храм язычники Он снова связывается Старем Они с неем И действовали И добивается Атака отбита И снова начинается Строительство Теперь Давид Мы знаем Давид И Давидом называют Много людей Ну много просто Это пророк царь А Давид всего лишь Написал одну книгу Язов написал Три книги Это мало Так за Давидом То числится Что За Гитлером То не числится Отнимают чужую жену Хозяина убивает Идет к чужому царю И чем занимается Грабит соседние села В соседние города И убивает всех Ни одного в живых Не оставлять Чтобы не сказали Какой он жестокий Да чеченцы Сначала отдыхают Когда Давид действует Самые строгие Какие сейчас Отряды уничтожения На Украине Этого не делают Давид это делал И в плен взял Ну взял в плен Выкуп какой Нет Веревкой Положить на землю Веревкой отмечают А какая веревка Не написано Может 20 метров Веревкой отмерил Пять веревок С пропасти Бросить Смотреть как падает Других В обжигательной печи Веревкой отмерил Сколько Других Под молотильной Представьте Молотилы которые молотят Кишки наматываются Это все Давид делал Это даже стадизмом Нельзя назвать Но вопрос состоит в том Что он Бога не огорчил И Бог благословляет его Я просто факты говорю За ядры Ничего этого нету Ни одного преступления Ни одного И у него была такая ревность Он на себе Говорит и бороду И волосы рвал И таскал мужа за волосы Восстановил празднование субботы Высказать нельзя Что он сделал Порушенную субботу Восстановил С неями они установили Полный развод в стране Полукровок освободили Он очистил еврейскую нацию От заражения язычеством Все вместе взятые Не сделали то И его в списках святых нету Нету Понимаете И решение этого вопроса Нельзя отнести никуда Только надо искать И я искал и нашел Это сделали монахи Которые составляли святцы Им Библия не нужна Они его вычеркнули Все что делал ядр Им было противно Потому что против евреев Такая шлась евреями Мыться в бане нельзя И лечиться у еврея нельзя И у еврея лечиться нельзя А меня привезли на операцию Положили на стол Якоб Нахман и Шойхи Делают операцию Я живой по сей день хожу Я низко перед ним кланяюсь Он потеряю Приезжал еврей Заместитель губернатора края Доктор медицинских наук Профессор И вот увидел Что я гнусь Здесь у меня три грыжи И сразу сказал Приезжайте Есть новейший способ Там платиновые пластинки Вставляют Я вам помогу Христианину Со мной может никто Так на операционном столе Не обращался Как он Я говорю Расскажите Я плохо помню Он говорит Когда привезли вас Я стою Уже руки вымыты А рядом Матрена Ассистент А вы сказали Я не лягу на стол Пока не помолюсь Я говорю Я помню это И вы встали на колени И стали молиться А Матрена говорит Яков Наумович Он Нахманович А не Наумович Ну сколько можно Я сказал Тихо Матрена Стой спокойно И у него руки Вот так вот подняты Я молюсь А он у него руки подняты Я встал Он говорит Все Ложитесь И далее Меня привезли Я ему говорю Делайте операцию Без наркоза Я хочу пострадать Как Христос Он говорит От вас не зависит Мускулы начнут сокращаться А в операции Это означает Новые перерезаны Потому что Это позвонок И он начинает Даши пояснять Там грыжа Там у меня Операцию-то не одну делали Я что могу сказать Об этом евреи А если евреи будут убивать Если я смогу Я впереди встану Сначала убейте меня Этот еврей Избранное чадо Божие А он не верующий Может быть Не мне судить Я молюсь о нем Чтобы Господь Избрал и удал ему веру В Господа нашего Иисуса Христа А у еврея нельзя лечиться А я лечился Я и не знал Что он еврей Это второе Ну упрекай Надо растолковать Есть такие люди Которые Чтут Даниила Сысоева Святым считают его Я его считаю Лично святым И они решили Над нами посмеяться Вот вы говорите Исполняете заповеди Законы А небось Ездите везде С собой лопатку Не берете Когда нужно пойти Испражнение зарыть Я говорю У нас с собой всегда лопатка Что с собой лопатка Да Я говорю Я с ней сфотографировал Они так ахнули У нас лопатка завернута И как приезжаем Я иду Моя обязанность была Вырыть туалет А зарить Сергей должен был И мы это все делали Это надо разъяснить Лопатка нужна сегодня И не будет загаженности В наших Листах Дальше Ну это мы уже посмотрели Объяснять Написали псалтырь Богородицы Просто богохульное Произведение Я говорю Где вы взяли В монастыре купили Живые помощи 90-й псалом Все переменили На Богородицу Где говорится Бог Все Богородица Богородица Ну просто переписали его Это вообще нельзя объяснить То есть зашкалило За все пределы Мы должны это объяснить Вот говорят Выходит что-то новое Шире Добавлять Василий Великий Написал книгу Шестоднев Объяснение Творения Божия Но после этого Ведь это прошло уже 1600 лет 1600-то лет Сколько было И написал Рогозин Бабтист Павел Иосифович Существует И загробная жизнь Видели Наверное Книжка такая Ее Старобрядцы Издали Он подробно Описывает Печень Сердце Брови Василий Великий Объяснил хорошо Но далеко не полно Почему Открытий этих не было И поэтому Мы расширяем Сегодня толкование Это Такими словами Словами Которые сказали Даже не православные Но сказали Я ее издавал Начитывал Существует Это загробная жизнь Так Первая коринфия 14-28 У меня интересное Выходит Толкование Первая коринфия 14-28 Если же не будет Истолкователя То молчи В церкви А говори Себе И Богу Если толкования Нет Это говорится Об языках То я нахожу Что это касается И момента Священного писания Вникай в себя Обучение Занимайся Симпоставим В себя Обучение Сравни Подходишь Или нет И следуйте Сами себя Проверяйте Так ли живете По писанию Не так Начинай Толкование искать Чтобы оно Показало Как поступить Дальше Я немного Говорил О том Что Апостолы Сначала Ветхозаветнюю Пасху Съели Барашка Выпили Это Лука 22-20 Первая Литургия Была Не натощак А после Шашлыка Так А что Это дело Было не в пост И пост Поста Не было Никакого Это понятно Почему Потому что Он совершил Это в четверг И он называется Чистый четверг Не чистая пятница А четверг То есть Какой пост То был Никакого поста И не было Да какой пост Когда барашка ели Просто Один раз Мы должны Это услышать И не хватать Человека А вот там Нельзя Бывает так К больному приходит А она Боль большая На таблетку села Батюка Прищищать не будет Проглотила Святой воды Прищищать не будет Откуда это Ниоткуда Так Это я вам почти Все данные выдал Третья Сарс 8.39 Еще прочитаю На господи Поделу Ты услышь С неба С места Обитания Твоего И помилуй Садилай И воздай Каждому По путям Его Как ты Усмотришь Сердце Его Ибо Ты один Знаешь Сердце Всех Сынов Человечества И господи Помилуй А к нему Сколько Добавляется Это так И должно Не просто Господи Помилуй Прослушайте Такое Третий Едр 8.45 Где Господи Помилуй И что Вкладывается Туда Не гневайся На нас Но Пощади Народ Твой И помилуй Наследие Твое А ты Милосерд К созданию Твоему Как Сердце Принимает Это Это Один раз Сказать Господи Помилуй Теперь Варух 3.2 Неканоническая Книга Услышь Господи И помилуй Ибо Ты Бог Милосерд Помилуй Ибо Мы Согрешили Пред Тобою Он Дважды Говорит Слово Помилуй Но Между ними Сколько Слов И опять Помилуй Мне Очень Трогательная Кажется Картина Иеремия Нет Картина Не Иеремия Называется А Испирь Когда Она Узнала Что Народ Ее Погибает И Теперь Он Ей Сообщил И Она Молится Во дворце А он Молится На улице Посыпал Голову Прахом Господи Внимли Мы Умираем И в это Время Она Цариса Там Молится И Кадры То Ее То Его Показывает Нельзя Смотреть Просто Так Посмотри Что Они Делают С Народом Твоим Да Приди На помощь Помилуй Наследие Твое Да Это Целая Проколь В одной Молитве Только Сирахов 37 1 Я не знаю 37 Или нет Посмотри Если нет 37 1 Тогда 36 36 36 Нет 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 37 Считай Помилуй Нас Владыка Боже Всех И Призри Да Да Это У нас 37 У тебя 36 Помилуй Нас И И Призри И посмотри На нас Господи Вот к одному, Господи, помилуй, 37-13, а у тебя 36-13. Помилуй, Господи, народ, названный по имени Твоему и Израиля, которого Ты нарек первенцем. Он все припоминает, Ты же нас назвал первенцами. Господи, Ты так много дал русскому народу, а теперь мы самые последние, хуже нас никого нет, исчезает нация. Помилуй нас, истребляется народ, помилуй нас, Господи. Ты скажи Богу слова такие, которые из сердца идут, а это тарахтение сорочное, оно ничего не дает. Ну почему об этом не говорят ни священники, ни епископы? Зарядили, Господи, помилуй. Да не один раз еще. То 12, то 40, 12, то 40. Ну вот так. Я сказал только по отдельным местам, которые явно требуют растолкования. Когда я вел занятия в университетах в разных, то меня спрашивают, а какая у вас программа? Я отвечаю, программы у меня нет. Я просто беру блаженный артефилакт, начинаю с Матфея и кончаю евреями. Проходим. Противосектантские материалы. Как противо? То есть, что они говорят, что православный должен ответить на нападки их. И песня песней. У меня нет никакой программы. Отдельное изучение Евангелия от Марка, пособие. И то я его взял где-то, подвел вот так, чтобы сегодня было приемлемо, как бы переработано немного в виде. Вот и все. Да как же без программы и столько лет? Ну так, как есть. Я считаю, что знать Новый Завет заменяет все программы. Знать его, толкование, правильное. Так, ну-ка, смотри, что у него на груди написано. Ты должен написать, наверное, каждый дом Евангелия с толкованием. Чтоб понимали они, о чем написано. Так, вопросы по толкованию. Может, есть какие-то места писания, которые вы не знаете. Или кто-то что-то добавить хочет по теме. Показываю ответ, я черпаю вот из этой книги. Эти книги подарены Патриарху. Эти книги видели по телевизору в библиотеке Владимира Владимировича Путина, у Медведева. Ну, в общей сложности, если так взять, около 300 таких вот экземпляров подарено мной было. Подарено. А полная стоимость сегодня его, это больше, наше, нам два раза почти. Это 2000 рублей. Вот оно как, издано. Полное толкование от Мафея с откровением. У кого нету, поднимите руки. У всех есть. Ну, все, тогда. Вопросов нету, неразрешимых писания. Так, сколько мы время заняли? Два часа. Благодарю Бога. Благодарю Бога. Без искрения Бога Слово рушуя, Сущую Богородицу Тебе мечае. Отец наш Небесный, благодарим Тебя за воскресный день, Напоминающий о Твоей победе над злом, над смертью, над сатаною. Дай нам ревности следует Священное Писание. Ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а не свидетельствует о Тебе. И Слово Твое будет судить каждого человека на страшном, неподкутном суде. Сохрани нас, Господи, в Святой Православной Церкви. Не дай уклониться сердцу ни налево, ни направо. И тех, кто не знает истину, им откройся. Будь милостив ко всем. Установи мир на Украине, как угодно воле Твоей, Святой. Только Ты это знаешь. Тебе слава за все, Отец, Сын и Святой Дух. Следующее занятие будет называться «Враги народа».